Здравствуйте дорогие друзья! С каждым новым выходом iOS ваш гаджет будет работать немного, но медленнее и это общепризнанный факт. Apple в первую очередь ориентируется на оптимизацию актуальных устройств, хотя и с ними иногда тоже бывают некоторые проблемы. В этом видео я расскажу о 10 старых, но действенных методах увеличения скорости работы iOS 10, да и впрочем и предыдущих версиях, которые особенно будут актуальны на таких устройствах, как iPhone 5, iPhone 5s, iPad 2, 3 и 4 поколения и iPod Touch 5 поколения. Владельцам более свежих устройств также посвящается. Усаживайтесь удобнее. Если вы только установили iOS 10 и гаджет немного подтупливать, не спешите паниковать. После установки системы происходит процесс индексации файлов, который может занять некоторое время, напрямую зависящее от количества занятого пространства. Жесткая перезагрузка позволит очистить кэш-память, а также избавиться от временных файлов. Так что зажмите и удерживайте до появления логотипа Apple кнопку питания и домой примерно на 15-20 секунд. Счастливым владельцам семерок без физической клавиши домой необходимо зажать кнопку питания и уменьшение громкости. Отключение геолокации положительно влияет не только на время автономной работы, но и на производительность. Начните с тех приложений, в которых вы никогда не пользуетесь функциями отправки своего месторасположения. Сделать это можно пройдя в настройки «Конфиденциальность сурбы геолокации». Как и в случае с геолокацией, фоновое обновление приложений также отрицательно влияет и на быстродействие системы и на время автономной работы. Так что откройте настройки «Основные», «Обновление контента» и переключите тумблер в неактивное положение. Обновить все программы за один раз в неделю ненапряжно, зато сокращается шанс попасть на боговитый апдейт или свежую версию, которую урезает функциональность программ. Красивая анимация, как и любая красота, в целом требует жертв. Снизить нагрузку на процессор и оперативную память можно при помощи опции «Уменьшение движения» в меню настройки «Универсальный доступ». Также не лишним будет отключение фирменной прозрачности по пути настройки, универсальный доступ, увеличение контраста, понижение прозрачности. Но это стоит делать на совсем уж старых устройствах. Загруженные под зарядку встроенные накопители iPhone или iPad, как и при почти полностью загруженном SSD на компьютере также отрицательно влияют на производительность системы. Начать глобальную чистку iOS настоятельно рекомендую с хранилища iCloud основных настроек. Там нажмите кнопку «Управлять». Дальше вы уже догадаетесь, что делать. Не стоит забывать о том, что в погоне за автономностью мы частенько включаем режим энергосбережения, который понижает показатели работы процессора. К примеру, тот же iPhone 6s в включенной опции начинает работать словно iPhone 5s. Тут уже выбирайте либо скорость, либо автономность. Большинство владельцев iPhone или iPad редко пользуются предложениями Siri и поиском сети через Spotlight, а поэтому как минимум следующие три опции стоит отключить. Судьбу остальных переключателей, влияющих на отображение результатов в строке Spotlight, я оставлю на вашу совесть. Чем их меньше активировано, тем меньше загруженность системы. Влияет, конечно, не прямо пропорционально, но свою лепту в дело производительности определенно вносит. Для повышения производительности оставьте только самые используемые виджеты, а остальные отправляйте на помойку через кнопку изменить в нижней части дисплея. Они живут не только оперативку и периодически нагружают процессор при их открытии, но и очень любят заряд батарейки. Ну и наконец я оставил самый важный и действенный способ увеличения производительности iOS 10, да и любой другой версии. Постоянные обновления по воздуху лишь утяжеляют систему. В большинстве случаев операционка будет работать заметно быстрее, если ее установить не по воздуху через пункт обновления ПО в настройках, а через восстановление в iTunes без последующего восстановления из резервной копии. Мера, конечно, кардинальная, но очень эффективная. Ну а на этом все. Буду надеяться, что эта мини инструкция поможет оживить яблочный гаджет. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. С вами был Вадим Ищенко, до скорых встреч, увидимся в следующем видео.